Камень солнца. Ацтеков. В 1790 году испанский вице-король приказал замостить улицы Мехико и провести систему сточных канав. На площади Сокало появились беспорядочные на первый взгляд рвы. В юго-восточном углу площади в тени национального дворца официальной резиденции вице-короля в один из летних вечеров, когда заходящее солнце освещало все вокруг красноватым отблеском, стояла группа рабочих. Время от времени кто-нибудь из них останавливался, чтобы вытереть пот со лба или посмотреть на стоящий неподалеку кафедральный собор. Тренажные работы были предприняты для того, чтобы уберечь собор, национальный дворец, да и саму площадь от периодического затопления. Работы продолжались несколько лет, в течение которых были найдены многие памятники давно позабытой религии ацтеков. Среди них статуя со змейными головами вместо лица, а также темно-зеленая круглая гранитная глыба, весящая 24 тонны и имеющая 3,5 метра в диаметре. На этом камне располагались рельефные изображения, а в центре находилось нечто похожее на человеческое лицо с высунутым изо рта лезвием ножа вместо языка. Вся остальная поверхность гранитной глыбы была украшена переплетающимися геометрическими фигурами. Этот монолит ученые назвали впоследствии камнем солнца, отчасти из-за сходства с солнечными часами, но чаще его называют календарным, так как на нем изображены символы 20-дневного ацтекского календаря. Позже стало известно, что это не просто календарь. Резные изображения на камне представляют собой общемировые события. Они указывают не только на прошлое, но и на то, что ожидает Вселенную в будущем. Надпись на камне гласит, что человечество живет в 5-й эре. Первая эра называлась «Четыре оцелота» по имени оцелотов, диких кошек, истребивших племя гигантов. Вторая эра «Четыре ветра» закончилась ураганами и превращением людей в обезьян. Третья эра «Четыре дождя» закончилась всемирным пожаром от огненного дождя. В это время падал с неба каменный дождь, камни кипели и превращались в скалы. Люди гибли вместе со своим хозяйством, и домами, и даже само солнце кипело. В четвертую эру «Четыре воды», небо сошлось с землей, даже горы ушли под воду, и вода оставалась неподвижной в течение 52-х весен. Эта эра закончилась всемирным потопом и превращением людей в рыб. К моменту испанского завоевания ацтеки считали, что они живут в пятой эре. Она продолжается до сих пор. Эта эпоха, которую боги сотворили в 986 году, будет последней и завершится страшным землетрясением. Обо всем этом ученым рассказали геометрические фигуры, обрамляющие внутренний круг и символизирующие разрушительные силы, уничтожившие четыре мира. В квадратах помещены знаки ягуара, урагана, вулканического огня и ливня, а лицо внутри круга принадлежит богу солнца Тонатиу. В древнем Теночтитлане, Мехико, главными еще были бог войны Уэйци Лопочтли и бог дождя Плалок. Два верховных жреца возглавляли отправление культовых честь, а другие жрецы ведали храмом и культовым ритуалом каждого отдельного бога или богини. Во время совершения священных обрядов они облачались в одежды своего божества, как бы воплощая на земле его образ. Эти жрецы, в свою очередь, имели много подручных, а у последних были помощники из числа кандидатов на жреческие должности. Жрецы руководили всей духовной жизнью страны, и жизнь ацтеков представляла собой своего рода чередование ритуальных обрядов, которые рассчитывались все теми же жрецами с помощью сложных математических и астрономических вычислений. Основой религиозного культа являлся календарь, состоявший из двух частей – ритуальной последовательности дней и солнечного календаря. Солнечный календарь разделялся на 18 месяцев, по 20 дней в каждом, и пятидневный несчастливый период. В этом календаре названия месяцев были связаны с различными сельскохозяйственными культурами и временем их обработки. Комбинация обеих календарных систем позволяла жрецам вести летоисчисления по системе не бесконечно возрастающих лет, как у нас, а разделять его на 52-летние циклы. Священный календарь, охватывающий период в 260 дней, складывался из 20 названий дней ацтекского месяца, сочетавшихся с числами от 1 до 13. Когда цифровой ряд кончался, то он тут же начинался снова, так как список дней по окончании повторялся заново. Таким образом, в 260-дневном периоде каждый день имел свое особое обозначение, которое достигалось сочетанием одного из 20 названий с одним из 13 чисел. По окончании одного периода без перерыва наступал следующий. Кроме того, этот священный период подразделялся еще на 25 недель, по 13 дней в каждой. Неделя начиналась с 1 числа и с того названия дня, которое приходилось в соответствии с периодическим повторением ряда названий дней. Ни один день священного календаря таким образом не мог совпасть с обозначением дня другой недели, так как одинаковое сочетание этих двух элементов никогда не могло повториться. Может быть, нам такое летоисчисление покажется сложным, но каждый день священного календаря ацтеков по расчетам был посвящен определенному богу или богине. Боги недель следовали в том же порядке, что и боги дней, только бог одиннадцатого дня пропускался, так что каждый, следовавший за ним, передвигался на одно место. Свободное место в двадцатой неделе заполнялось двумя божествами, которые в эту неделю почитались совместно. Иногда выводились и дополнительные усложнения, и жрецы обязаны были за всем этим тщательно следить, чтобы чествовать своих богов и богинь в надлежащее время. Простым индейцам, прежде чем предпринимать какое-либо дело, следовало установить, какое божество надо умилостивить в этот день. Обо всем этом ученым рассказали и найденные при раскопках календари справочники, которые были сделаны на бумаге из коры дикой смоковницы. После испанского завоевания Мексики, последующие календарные списки были сделаны уже на европейской бумаге. Одна из таких древних книг представляла собой длинную полосу бумаги, выделанную и загрунтованную для последующей обработки и для удобства складывания, на манер ширмы. Каждой неделе в такой книге отводилось обычно две страницы, но бывало и по одной, на которых большой красочный рисунок изображал божество, которому была посвящена данная неделя. Другие фигуры представляли второстепенных богов и предметы их культа, курильницы для ладана, шипы и так далее. Вся остальная поверхность листа разделялась на квадраты, в которых рисовались названия и числа дней, связанных с каждым днем того или иного бога или богини. А иногда их науал, те птицы или животные, чей облик могло принять данное божество. Конечно же, таким календарем в форме картинах без текста мог пользоваться только посвященный жрец. Смену 52-летних циклов отстыки праздновали очень торжественно, так как это была смерть одной жизни и переход к жизни новой. Мысль о том, что природа может не продлить их существование, придавала всей церемонии особую торжественность. Обряд нового огня состоял в том, что на храмовом алтаре тушили огонь, беспрерывно горевший 52 года, и зажигали новый. В течение пяти несчастливых дней последнего года цикла люди гасили очаги и разрушали всю обстановку дома. В эти дни народ постился и горько плакал, ожидая катастрофы. Беременных женщин запирали в сараи, чтобы они не могли превратиться в диких свиней, а детей заставляли бодрствовать и ходить взад-вперед, чтобы сон в эту роковую ночь не превратил их в крыс. На закате пятого несчастливого дня жрецы в торжественном облачении восходили на холм звезды, кратер потухшего вулкана, который круто поднимается со дна долины Мехико и виден почти с любой ее точки. В храме на вершине холма они всю ночь тревожно вглядывались в небо, пока определенная звезда, альдебаран или звезды, плеяды, не достигали зенита, возвещая, что мир продолжил свое существование. В тот момент, когда эти звезды переходили меридиан, жрецы хватали деревянное сверло для получения огня и зажигали новый огонь во вскрытой груди человека, принесенного в жертву. Весь народ, жрецы, вожди племен и простые индейцы ликовал. Скороходы с факелами переносили священный огонь на алтари многочисленных храмов, а люди несли его к своим очагам. На следующее утро в знак признательности богам устраивались особые жертвоприношения. Люди пускали себе кровь или умерщвляли пленников. В честь бога огня Уэуэлтеотла, ацтеки тоже совершали очень страшный обряд. Сначала военнопленные и взявшие их в плен воины совершали ритуальный танец в честь этого бога. А на следующий день пленники поднимались на вершину платформы храма, где им бросали в лицо порошок яутли, индийской конопли, чтобы одурманить перед ожидавшей их участью. Когда разжигался большой костер, каждый жрец хватал одного пленника и, связав ему руки и ноги, клал себе на спину. Вокруг разгоревшегося костра они танцевали танец смерти, во время которого бросали свои ноши в огонь. Но прежде чем наступала смерть, которая могла бы прервать и без того страшные мучения несчастных пленников, жрецы вытаскивали их из огня большими крюками и вырывали сердца из обожженных тел. Священные календари рассказали ученым о многих ритуальных праздниках и обрядах ацтеков. Даже игры и спорт имели у них религиозное значение, хотя, конечно же, были и забавой, и развлечением. Со дна священного сенота Высокий тропический лес, в котором деревья переплетены лианами, окружает таинственный полуостров Юкатан. Со всех сторон слышатся крики птиц, обезьян, рев ягуаров. Сейчас даже трудно представить, что в этих диких краях родилась цивилизация индейцев Майя. Каменными топорами они вырубали гигантские деревья, расширяя земли под посевы Маиса и под строительство. Их города, построенные 15-17 веков назад, сохранились до наших дней. Ни ураганы, ни тропические ливни не могли их разрушить. Одним из таких городов был Чичен-Ица, названный по имени Майякского племени Ица, которое в середине V века нашло здесь естественный сенот, колодец, и обосновалось вокруг него. Чичен-Ица означает буквально «род колодца», «пасть». К началу испанского завоевания большая часть полуострова Юкатан была разделена между 16 небольшими индейскими государствами. Каждая из них называлась Кучкабаль, что испанцы потом перевели как «провинция». Между правителями юкатанских государств велись непрерывные войны из-за спорных земель ради добычи, рабов и так далее. Эти мелкие Кучкабаль дважды объединялись в более обширное государственное образование, потом оно снова распадалось, а к X веку власть на Юкатане захватили Тольтеки. Их столицей и стал Чичен-Ица, на главной площади которого они построили ступенчатую пирамиду в честь своего бога Кукулькана. На расстоянии трех полетов стрелы от пирамиды расположился священный колодец смерти, в котором живет Юм-Чак, бог дождя и влаги. Если бог будет гневаться, то все погибнет на земле, деревья, птицы, звери. Без дождя все сгорит, и тогда погибнут сами люди, останутся только высокие горы и бездонное небо. Но чтобы бог Юм-Чак проявил милость, ему нужны были жертвы, самые красивые девушки. Он ждет их на дне священного колодца. Паломники из окрестных маякских городов собирались на церемониальной площади перед пирамидой. После богослужений в святилищах Чичен-Итце жрецы укладывали роскошно одетые жертвы на катафалк и несли их по священной дороге к колодцу смерти. Гремели барабаны, трубили изготовленные из морских раковин трубы, люди пели торжественные гимны в честь Юм-Чака. В конце священной дороги до наших дней сохранилось маленькое святилище, в котором жертвы, прежде чем стать невестами бога, проходили обряд ритуального очищения. Перед жертвоприношением им лазурью помазывали сначала грудь и бедра, а потом и все тело. Потом на шею девушек надевали дорогие ожерелья, на руки браслеты из золота с бирюзой и нефритовыми камнями, в уши вдевали серьги из горного хрусталя. А затем, взяв жертвенных девушек за руки и за ноги, жрецы раскачивали их и бросали в водяной дворец Юм-Чака. Вслед им пришедшие паломники бросали золото, нефритовые украшения и шарики благовонной смолы. Сам священный сенот поражает своими огромными размерами. Почти круглый, словно его специально кто-то высверлил, он достигает в диаметре от одного края до другого расстояние, равного броску камня, почти 60 метров. А в глубине темнота и зеленая вода, где живет могущественный Юм-Чак. Расстояние от верхней естественной кромки сенота до мутной глади воды около 25 метров. Когда конкистадоры завоевали Мексику, они не интересовались ни богами этой удивительной земли, ни ее прекрасными дворцами и храмами. Им нужно было только золото. Оно завораживало их, воспламеняло фантазию. Золото нужно было испанскому королю Карлу Пятому и знатным придворным. Золото открывало любые двери. И сколько испанцы вывезли его из покоренных земель. Но бог дождя Юм-Чак и впоследствии долго охранял своих невест и свои драгоценности. Так что кладоискателям приходилось с трудом пробивать себе дорогу. Многие слышали о священном колодце смерти и золоте, что похоронено на его дне. И многие хотели достать его. Решил попытать счастье и американец Эдвард Томпсон. Он не был легковерным кладоискателем. Поэтому сначала отправился в библиотеку и стал изучать литературу о древнем городе Чичен-Ица. Целью Эдварда Томпсона стало исследование священного колодца, хотя у него, казалось бы, не было никаких предпосылок для выполнения поставленной перед собой задачи. Чтобы облегчить себе путешествие на Юкатан, Томпсон решил поступить на дипломатическую службу и отправился на полуостров в качестве консула. Это было в 1885 году. И ему очень хотелось самому, без проводников и посторонней помощи, найти священный сенот, одному постоять на его берегу и почувствовать его страшную тайну. Эдвард Томпсон купил территорию, на которой находился колодец смерти, и потому денег, чтобы начать работы, уже не хватило. Не было у него и археологического образования. Кроме того, он никогда не работал под водой. Но у 25-летнего консула впереди была вся жизнь, и он посвятил ее исследованию колодца смерти. Впоследствии несколько американских компаний предоставили ему средства для обследования сенота, но не водолазов. И Томпсону пришлось нанять двух опытных греков, а потом и самому погружаться в воду. Сначала Грейфер, погружаясь в вылистое дно, вытаскивал одну лишь грязь, полузгнившие ветки до кости диких животных. На краю сенота постепенно вырастала коричневая гора, и 30 нанятых индейцев просматривали улов, но пока результатов не было. Потом они нашли в грязи два коричневых яичка, и когда Томпсон очистил их, оказалось, что это шарики копаловой смолы, запах которой сопровождал все маякские обряды и ритуалы. Затем в сетке индейских рабочих появилась и первая хульча, примитивное деревянное оружие майя, которое часто встречается на изображениях тольтекских воинов. Но Томпсон искал на дне колодца доказательств человеческих жертвоприношений. И однажды Грейфер вытащил прекрасно сохранившийся череп молодой девушки, потом второй, третий, и настало время спуститься в глубину сенота самому Эдварду Томпсона. Индейцы, любовно относившиеся к своему дону Эдуарду, были очень грустны, ведь он больше никогда не вернется. Все знают, что в священных водах сенота живут гигантские змеи и страшные ящеры. Разве вода время от времени не окрашивается кровью? Эдвард Томпсон и два водолаза грека начали первое погружение на 25-метровую глубину. Первые пять метров воду еще пронизывали лучи солнца. Глубже наступала полная темнота. Греки привезли с собой подводный прожектор, но и он не мог прорезать шоколадно-коричневую кашу, которой были заполнены две трети колодца. И за дня в день водолазы прощупывали вековой ил, чтобы найти то, чего не могла поднять со дна землечерпалка. И надежды Томпсона вскоре стали осуществляться. Они нашли десятки индейских предметов, вырезанные из нефрита статуэтки, двадцать золотых колец, двадцать одну золотую статуэтку, фигурки лягушек, скорпионов и других живых существ, прекрасную золотую маску, глаза которой были закрыты, словно она изображала мертвого. День за днем Томпсон и его помощники погружались на дно колодца и нашли еще десяток хульче, а также извлекли из грязи более ста золотых колокольчиков. У всех у них еще до того, как их бросили в колодец смерти, были вырваны язычки. Ведь индейцы верили, что вещи живут, как и люди. Потому жрецы убивали и жертвенные предметы, так же, как приносили в жертву людей. Самой прекрасной находкой стали некое подобие золотой короны, которая была украшена двойным кольцом пернатого змея, и двадцать шесть золотых дисков. На них индейцы изобразили своих богов, взятие майякских городов тольтеками, эпизоды морских сражений и человеческие жертвоприношения. Томпсон нашел и жертвенный нож с рукоятью в виде змеи. Такими ножами тольтекские жрецы вырезали у своих жертв сердца. Эдвард Томпсон добыл свой клад, о котором мечтал всю жизнь. Но не воспользовался им в собственных целях, а передал его американскому музею Пибоди при Гарвардском университете. Среди множества прекрасных и замечательных экспонатов музея предметы со дна священного колодца остаются самой ценной его коллекцией. Субтитры создавал DimaTorzok